здравствуйте коллеги с вами исаков роман компания admiral markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео мы несколько лучше ли звук поэтому напишите пожалуйста в комментариях а плюсики стал ли звук лучше лучше ли меня слышно нам очень важна обратная связь от вас чтобы вам было комфортно слушать наши выпуски ну и принимать также активно участие в обсуждениях ну и также напомню что если вам нравится это видео не забудьте поставить лайк и ваши вопросы также оставляйте в комментариях и так последние две недели были довольно таки негативны для фондового рынка но мы об этом говорили то что сентябрь не самый лучший месяц особенно в год выборов поэтому на рынке мы видеть довольно-таки серьезную коррекцию какие-то индексы корректировались не так сильно меньше все корректировался индекс должен с 30 больше всего падал высокотехнологичный nasdaq но сейчас на рынок уже продолжают поступать позитивные новости которые уже на этой неделе нам дают предпосылки на возобновление роста и давайте поговорим как раз о основных событиях и вещах которые сейчас находятся в фокусе внимания у рынка в первую очередь хотелось бы сказать о продолжении тестов вакцины от коронавируса напомню что компания astrazeneca приостанавливала свои тестирования которые нам возобновила уже начиная с этих выходных поэтому опять же новые данные по вакцине короны от коронавируса они в данном случае будет восприниматься позитивно и любой любой позитив будет также позитивно отыгрываться и рынком на компания pfizer также сообщила о том что расширяют тестирование до решает количество людей на которых будут проводить проводиться новые тесты и также компания pfizer уже планирует завершить финальный этап тестирования в октябре ну и концу года уже начать на поставлять вакцину напомню что компания pfizer разрабатывает вакцину совместно с немецким производителем bio and tech и собственно является одним из как раз больших лидеров которые сейчас разрабатывают вакцину вместе с astrazeneca pfizer и также гелит поэтому сейчас вот эти новости они тоже будут отыгрываться позитивно от рынка ну прошлая неделя закрылась примерно на минимальное значение которое мы видели за последние две недели поэтому а сейчас уже на открытие рынка фьючерсы по снг 500 подрастают что мы можем ожидать в том числе и открытие европейских площадок в позитивной зоне ну и в целом динамика пока сохраняется восходящая также из последних новостей которые мы получили в на минувших выходных эта компания гелит также покупает точнее расширяет свое производство покупая компанию которая занимается исследованием в производством лекарства от рака хочет таким образом диверсифицировать свой портфель сделка ожидается выше чем стоимость самих акций то есть если акции торгуется по 42 то компания гелит готова купить за 88 практически премия за сделку составит 108 процентов предположительно сделка мне может составить 21 миллиард что в принципе может расширить раз портфолио компании гелит и безусловно позитивно скажется на компании которые они меня приобретают также продолжаются разговоры вокруг tick tock напомню что 15 сентября то есть завтра истекает время когда может произойти блокировка как раз сервисом на территории сша из-за некачественного хранения персональных данных ну первую очередь трамп говорил об этом соответственно сейчас говорили о покупке и microsoft и facebook хотел купить но похоже что все остановятся на компании наверное который менее всего ждали что это произойдет компания oracle будет будет представлять интересы tick tock на территории сша то есть обрабатывать данные хранить данные то здесь не идет речь о прямой покупке возможно в дальнейшем это не произойдет но сейчас компания oracle как раз вышла из этой гонки можно сказать победителем поэтому будем пристально следить также и за акциями компании орако как они сегодня будут торговаться но на похоже что это может быть определенный позитив для компании но и должны сделку но уже закрыть как раз все вопросы до завтрашнего числа а также мы с вами ждали ну я в том числе покупала в этом месяце акции компании apple и я также ждал того релиза который был запланирован на 15 сентября но похоже что нам не представят новый айфона представят только дополнительные продукты то есть такие как например apple watch и по заявлению компании релиз как раз нового айфона может быть отложен до следующего уже мероприятия которое будет в октябре одно возможно они нас удивят чем-то новым и это тоже даст возможность позитив для позитива и для продолжения роста котировок по компании apple ну а теперь давайте посмотрим какие нас ждут события на эту неделю понедельник у нас без важных событий во вторник будут выходить данные по изменениям числа заявок на посоль по безработице в великобритании здесь ожидается прирост по также выйдут индекс экономических настроений по германии здесь ожидается некоторое снижение да в данном индикаторе в среду выйдет пакет данных из сша это розничные продажи запасы сырой нефти решение форес по процентной ставки то здесь ну пока не для кого не секрет что а ставка останется нам на нулевых уровнях мы принципе сейчас мы видим по прогнозам она может таковой оставаться до следующего года может быть и дольше ну и также что важно в этом случае до пресс-конференция фрс который пройдет уже в 21.30 по москве также в среду и будет зависеть также то какая риторика будет содержаться выступление паула но в принципе он все уже сказал нам на предыдущем своем выступлении в джексон холле и таргетирование инфляции и то что ставки повышать не будут ну вряд ли какие-то здесь могут быть сюрпризы но тем не менее новость важная и мне мы обязательно разберем уже по факту того как что же там паул не скажет уже в ближайшую пятницу а также в четверг выйду данные по решению банка англии по процентной ставки то здесь тоже пока ожидается что ставка не поменяется количество разрешения на строительство также здесь несколько уменьшается это данные выйдут по сша ну и пятница у нас завершится данными по великобритании и канаде это данные по розничным продажам то есть на самом деле с точки зрения фундаментальных данных фундаментальных событий неделя не очень насыщена но наверное фокусе внимания будет как раз среда да то есть то что скажет паул ну и в принципе еще одно подтверждение сохранения процентной ставки на минимальных значениях а теперь давайте пройдемся постным инструментом принципе сейчас есть несколько интересных активов по которым как раз начинается восстановление по ряду инструментов мы видим уже движение в сторону тренда в том числе по евро которое началось у нас на прошлой неделе именно в четверг но довольно таки хороших точек для входа здесь не было с точки зрения торговли то есть мы здесь отбились от уровня поддержки который как раз находился в области 1.1750 и от него у нас рост возобновляется в целом динамика восходящего на евро у нас сохраняется снижение американского доллара тоже здесь продолжает то есть текущих уровней по евро заходить не очень комфортно то есть в целом да то есть рост у нас наметился были неплохие уровни как раз области минимальной значения четверга с которой заходить но сейчас рынок несколько стоит в таком боковике можно сказать в треугольнике если я буду заходить по евро в том случае если будет еще одна волна снижения если мы покажем новый минимум и вот после этого пойдет уже новое восстановительное движение потому что сейчас до таргета мы находимся довольно таки близко поэтому соотношение риск прибыли здесь не самое оптимальное вот по британской валюте ситуация выглядит чуть более интересно а мы упали сильнее то есть но сейчас фокусе внимание также brexit должны договориться о сделке именно то как будет проходить экспорт импорт великобритании и стран ес соответственно поэтому здесь негативный был практически весь сентябрь и сейчас эти данные можем а вполне позитивно и отыграть дошли до области поддержка в 1.28 вполне вероятно что это будет и послужит разворотом как раз уровнем для на восстановительного движения поэтому по британской валюте сейчас вот ну на текущий момент на понедельник 14 сентября наиболее интересно как раз инструмент но в том числе пятница была мини волатильная то здесь мы явно видим то что продавцы с покупателями пытались найти баланс собственно практически закрылись по ценам открытия но и вот сегодня если цена сможет закрепиться выше максимальное значение которые были как раз зафиксированы а в пятницу то может открыться очень неплохая как раз сделка для на продолжение покупок помню на британской валюте поэтому здесь вот за британской валюты буду пристально следить вот здесь пока вот на текущий момент мне здесь кажется это сделка наиболее а интересное и с точки зрения уровней и с точки зрения на потенциального движения да есть некоторые неопределенно с точки зрения фундаментального фона но тем не менее довольно таки неплохой заход с точки зрения технического анализа здесь может произойти а по паре американский доллар канадский доллар здесь мы видим также планомерное снижение на тот то движение которое было а сейчас сохраняется собственно сейчас тенденция к Снижение американского доллара остается в приоритете. Область сопротивления находится на максимальных значениях пятницы. Сейчас уже торгуемся ниже открытия. Поэтому сейчас стремимся как раз к обновлению минимальных значений, которые были также в пятницу сформированы. И данный уход ниже данных уровней подтвердит как раз сохранение нисходящей формации. Но опять же здесь не самое было оптимальное соотношение риск-прибыль. То есть у нас 9 сентября было довольно-таки волатильным. Затем несколько волатильность подупала. И вот как раз начался такой боковик, в котором 2 дня цена торговалась. Опять же не самая комфортная сделка. Поэтому пока по данной паре сделку я пропускаю. Если будет еще один рывок вверх, то вот как раз завершение этой коррекции я буду рассматривать для входа. По паре американский доллар, японская иена. Здесь у нас также сохраняется все еще боковое движение. То есть фактически тот боковик, который мы рассматривали. Но вот сейчас уже больше пристально. То есть боковик с целями как раз продолжения снижения. Но не давали нам войти по хорошим ценам. То есть хорошие цены здесь я для себя ставил как раз в области максимальных значений, которые были сформированы в августе. Это уровни 106.92. То есть вот если бы мы зашли в эту область и появился сигнал как раз на вход, то оттуда я бы продавал. Но так как его не было, мы торгуемся практически по справедливой цене в текущий момент. То есть это не значит, что цена не может пойти дальше вниз. Она безусловно может. И общий фонд сохраняется также на ослабление американского доллара в данной валютной паре. Но сделка была не самая оптимальная. Я сейчас стараюсь для себя выбирать сделки более надежно и более качественно. По паре австралийский доллар и американский доллар также у нас возобновляется движение восходящее. То есть мы неплохо скорректировались как раз на прошлой неделе. И также уже показывает восходящее движение. То есть мы смогли в четверг закрепиться выше максимумов среды. Затем несколько скорректировались. Вот да, если бы коррекция была чуть ниже, то здесь я бы к этой позиции тоже присоединился. Но ситуация очень похожа. То есть как и по евро, так и по канадцу. Вот единственное, что выбивается, это наверное британская валюта. То есть там с точки зрения входа ситуация выглядит чуть более интересно. Ну и Новозеландец тоже продолжает сейчас рост. Здесь у меня пока все еще стоял отложенный ордер. Я рассчитывал, что возможно сегодня на открытии мы несколько продавим. Но сейчас уже в этой сделке смысла нет. Так как мы уже обновили локальный максимум. И в том случае, если цена вновь уйдет ниже минимальных значений четверга и пятницы, то мы можем увидеть еще одну волну снижения. То есть вполне вероятно, что ниже данных минимум сможем уйти. И тогда я буду искать еще возможность перезайти как раз в данную позицию. Золото также продолжает рост. Опять же небольшой боковик у нас держится четверг и пятницу. Собственно с текущих уровней заходить в рост я тоже пока не буду. Если будет еще одна волна снижения, то золото для покупок безусловно рассматриваю. В целом среднесрочно рост золота пока сохраняется. Поэтому покупки уже на меньших таймфреймах, на часовом таймфрейме, они здесь тоже будут сохраняться в приоритете, но не с текущих уровней. То есть если мы обратно вернемся на 1900, то оттуда буду заходить. Опять же если будут хорошие уровни для входа. Ну вот как мы говорили, индекс DAX тоже отыгрывает позитив на фондовом рынке. Соответственно сейчас мы видим уже торгуемся выше максимальных значений прошлой недели. Собственно сохраняется также восходящее движение, сохраняется также восходящая динамика по данному инструменту. И сейчас мы видим продолжение как раз роста по данному активу. Да, неплохие были уровни для входа как раз 8 сентября. Мы могли довольно-таки близко войти к области минимальной значения. Но здесь я этого не делал, так как риск был довольно-таки велик. Так как S&P 500 в тот момент снижался. И собственно я не хотел идти против как раз основного индекса, за которым я слежу. Ну за которым я думаю, что следят многие. По S&P 500 сейчас как раз тоже формируется еще одна возможность зайти в S&P 500 на продолжение роста. Я напомню, что такая ситуация у меня была как раз 8 сентября. То есть я пробовал заходить здесь. Но сделка не закрылась позитивно, закрылась по стоп-лоссу. Так как в этот же день мы двинулись дальше уже на обновление локальных минимумов. И практически на следующий день, на следующее утро, показав минимальное значение чуть ниже отметки 3.300, мы вновь начали рост. Сейчас еще одна формация сейчас формируется. Если S&P 500 закрывается выше максимальные значения, которые были сформированы как раз в пятницу. То я буду рассматривать еще один заход по S&P 500. В зависимости от того, насколько мы сможем закрепиться сразу выше данного уровня. Будет это импульсный рост или это будет постепенный рост. В зависимости от этого я буду уже заходить на покупки. Но то, что уже есть. То есть есть область стоп-лосс. То есть минимальное значение как раз 9 сентября. И потенциал по прибыли это как раз движение в область максимальных значений, которые мы видели 3 сентября. В область данных максимумов. Соответственно здесь мне важно соблюсти баланс. То есть соблюсти соотношение риск-прибыль. То есть по крайней мере 1 к 3. Лучше 1 к 4. Но это уже в зависимости от того, где рынок даст присоединиться. Поэтому по S&P 500 тоже слежу за ситуацией. И тоже готовлюсь к открытию позиции. То есть фактически сейчас два инструмента. Это британская валюта и пара американская S&P 500. А нефть в свою очередь сейчас нащупала поддержку в область 39. Это CFD контракт по нефти марки Brent. Пока не уходим ниже данного уровня. Вполне вероятно также, что на этой неделе мы увидим вновь восстановительное движение по нефти. Мы довольно-таки неплохо скорректируем. То есть фактически сейчас торгуемся на минимальных значениях с конца июня. И пока мы видим здесь данную коррекцию. Но общий фон, общий тренд все-таки пока по нефти сохраняется в восходящем. И ждем данного восстановления. Опять же с точки зрения часового таймфрейма. Пока нисходящее движение здесь остается в приоритете. Если мы сможем закрепиться выше максимальной значений пятницы, то в этом случае можем ожидать продолжения роста. Неделя может быть довольно-таки интересной. Опять же она насыщена не макроэкономическими данными, а в целом с тем, что происходит на рынках. И все эти ситуации, все эти моменты могут быть отыграны позитивно. Но мы с вами помним то, что в ноябре у нас будут выборы. И сейчас риск неопределенности он довольно-таки велик. Вполне вероятно, что мы можем находиться в боковике, то есть торговаться от 3.300 по S&P 500 до 3.600. И вот до ноября находиться в данном боковом тренде. Но со своей стороны будем искать возможность закупаться как раз на минимальных значениях и набирать портфель из акций. Поэтому на сегодня у меня все. Всем желаю хорошей торговой недели. Хороших сделок. Безопасных сделок в первую очередь. Не забудьте поставить лайк, если все в порядке со звуком. Если вам понравился контент и ваши вопросы также оставляйте в комментариях. Всем желаю хорошей торговой недели. Всем спасибо за внимание и до свидания.